Старшина объясняет новобранцам суть земного притяжения. Если, например, камень подбросить вверх, то он упадет на землю. Это означает, что на него действует сила земного притяжения. А если он упадет в воду, спрашивает новичок, это нас не касается, этим занимаются на флоте. Стоит Невальный в казарме. Кругом чистота, а на полу лежит окурок. Заходит полковник, показывает на окурок и грозно спрашивает, чей? Не знаю. Узнать. Невальный убегает в казарму, через некоторое время прибегает и докладывает, товарищ полковник, старики сказали, что окурок не чей, можете курить. У командира сломалась рация на бронетранспортере. Он построил личный состав и говорит, у меня на бронетранспортере сломалась рация. Кто починит, поедет в отпуск. Из строя раздается голос. Товарищ командир, у вас рация на чем? На полупроводниках или на лампах? Повторяю для дебильных. На бронетранспортере сломалась рация. Перед строем курсантов стоит полковник и говорит, если вы такие тупые, что не можете запомнить приказ командира, то купите себе блокнот и записывайте, как это делаю я. В пустыне встречаются осел и прапорщик. Осел спрашивает, ты кто? Прапорщик посмотрел по сторонам. Никого нет. Я офицер. А ты? Осел посмотрел по сторонам и говорит, а я лошадь. Прапорщик идет по дороге. Тянет за собой веревку. Начальник штаба спрашивает, зачем вы за собой веревку тащите. Прапорщик недоумевает, а что, надо ее впереди толкать? Прапорщик наставляет солдатам. Все начинается с малого. Сегодня ты не вышел на зарядку, завтра у тебя не подшит воротничок, а в субботу ты пойдешь в увольнение, напьешься и убьешь человека. Товарищ прапорщик, скажите что-нибудь. Мирно? Да нет, что-нибудь ласковое, нежное, вольно. Генерал, товарищ прапорщик, остановите поезд. Поезд, стой! Раз, два. Генерал сидит в поезде и пишет мемуары. Под окном ракочет танк. Генерал высовывается из окна. Товарищ прапорщик, заглушите танк. Из объяснительной. Я выбежал в туалет, чем мать родила, в трусах, майке и сапогах. Товарищи бойцы, времени у меня мало, поэтому буду говорить, не думая. Короткими перебежками от меня до следующего дуба. Марш! Товарищ прапорщик, растягай. Это рыба или мясо? Дурак, это команда. Вы курсант или где? Вы в строю или кто? Здесь вам не тут. Здесь вас быстро отучат водку пьянствовать и беспорядки нарушать. Товарищи, все, что запрещается, прошу всех соблюдать. Водку в казарме пить? Не позволю! Это вам не детский сад. Когда курсанта ругают, он должен встать и покраснеть. Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову. В воинскую часть приходит старушка. Вызовите мне капрала Джима, я его бабушка. Капитан, это невозможно, мадам, так как капрал полчаса назад отпросился на ваши похороны. В уставе израильской армии появился новый пункт, запрещающий отвечать вопросом на вопрос. Это связано с тем, что участили случаи, порой доходившие до курьеза. Так, один солдат на вопрос, где вы были ночью, ответил, а что, разве была атака? Лейтенант проверяет, как молодой солдат усвоил тему прошлого занятия. Что бы вы предприняли в военное время? Чтобы наши железные дороги не достались противнику. Я бы сжег все железнодорожные билеты. Бегут по плацу три солдата. Майор их останавливает и спрашивает. Ваши фамилии? Ваши фамилии? Ледовы Иванов, Петров, Сидоров. Что, брачи, что ли? Никак нет. А-а-а, однофамильцы. Скорая помощь? Да. Скажите, человек, который в шесть утра трубит в трубу и будет всех нормален, не могли бы вы прислать санитаров? Адрес? Кайзерштрассе 20. Казарма. Прапорщик объясняет салаге. В армии встают в шесть утра, независимо от времени суток. Товарищ старшина, смотрите, что мне выдали. Брюки только до колен, рубаха болтается, рукава короткие, сапоги хляпает. Глядеть страшно. Все в порядке. Воин должен внушать страх. Сержант в самолете перед дверью и выпускает десантников. Готов? Пошел. Готов? Пошел. Готов? Пошел. Готов? Нет. Пошел. 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 Готов. Вася, а Вась, давай поселим козла в казарме вроде талисмана, на счастье. А Вонь привыкнет. Мы же привыкли. Прапорщик проходит медкомиссию. Окулист ему. Закройте левый глаз. Какая буква? Прапорщик молчит. Закройте правый глаз. Какая буква? Прапорщик молчит. Вы что, совсем ничего не видите? Нет. Вижу я отлично. Просто забыл, как они называются. Офицер дает наставление по атомной защите. Если взрыв будет близко, надо лечь головой к нему, натянуть каску на лоб и положить автомат под себя. А зачем автомат под себя? Чтобы не оплавился. Смотри, какая страшная рожа намалевана на носу этого бомбардировщика. Тихо! Это сам командир полка высунулся из кабины. Стой! Кто идет? Свой с бутылкой. Свой проходи. Бутылка? Стой! Старшина входит в Казарову после отбоя и видит, что никто не спит. По моей команде глаза закрыть, отставить. Щелчка не слышу. Над двумя прапорщиками завис вертолет. Слушай, говорит один, чего это он остановился? Должно быть, горючее кончилось. Тебя почему комиссовали? Болезнь. Какая болезнь? Не знаю, но всю роту от меня тошнило. Занятие по сборке и разборке оружия. Старшина, вопросы есть? Есть, товарищ старшина. Почему винтовку можно собрать, разобрать, а человека нельзя? Вопрос понял. Отвечаю. Вот представь себе, Пилипенко, ты себя развинтил, спать, люк, а тут боевая тревога. Ты в тропях все свинтил, а на место головы приставил задницу. И что получается? Пилотка не налазит, гимнастерка не застегивается, все кричат «Ура!» А ты? Молодые десантники прыгают с парашютом, один за другим, подходят к люку с самолетой, выпрыгивают. Вдруг один отделяется от общего строя, подходит к командиру, товарищ лейтенант. Рядовой Пилипенко, что Пилипенко, прыгнул без парашюта. Как? Опять? Курсант лотной школы отправляется в первый учебный полет, летит с инструктором, система управления дублирована, курсант заводит мотор, вцепившись в рукоятку управления, зажмуривается и выполняет все действия, которые учили на тренажере. Курсант, которым учили на тренажере, открывает глаза, смотрит вниз. Смотрите, товарищ инструктор, какие люди внизу маленькие, как муравьи. А это и есть муравьи. Мы еще не взлетели. Прапорщик объясняет, так раздел называется, подраздел. Прапорщик объясняет солдатам ситуацию. Вот идете вы по чистому полю. Нигде нет ни ямки, ни бугра, ни колышка, и вдруг из-за угла выезжает танк. Или вы прекратите курить, или одно из двух. Живете тут, как свиньи в берлоге. В каком вы виде, товарищ курсант, ведь перед вами целый майор. Товарищ курсант, закройте рот, через пищевод трусы видно. Комбат пешком не ходит, он берет с собой ГАЗ-69 или замполита. Не каждый дурак может учиться в военной академии, а я ее кончил. От этой болезни обычно умирают или становятся дураками. Мы с братом выжили. Лицо на фотографии должно быть квадратным. Пусть число танков равно К. Нет, К мало. Возьмем М. Новый раздел называется в книге так, Мозаика. Сфорнивая жена была у мужика. Не успеет он порог переступить, а она тут же начинает его ругать. Однажды приходит мужик домой. Сфорни вступает, молча раздевается до пояса, поворачивается к жене и говорит, плюй. Да ты что, сдурел? Плюй, говорю. Жена плюнула. Растирай. Жена растирает, спину приговаривая. Да что с тобой, что с тобой? Ничего особенного. Врач сказал змеиным ядом растираться. Что такое медовый месяц? Представьте себе, что брак — это бочка, полная дерьма. А наверху небольшой слой меда. Сначала вы мед едите, а затем уже всю жизнь хлебаете остальное. Вот это и есть медовый месяц. Вы знаете, кажется, я открыл бочку с другой стороны. В коммунальной квартире девушка, стоя под душем, вдруг видит, что сквозь фрамугу на нее смотрит небритая физиономия. Как вам не стыдно? Вы что, не видели обнаженную натуру? Плевать мне на твою натуру. Я смотрю, чьим ты мылом моешься? Запомни, — получает бабушка-внучка, — у каждой женщины в жизни должна быть лишь одна большая любовь. А кто был твоей единственной любовью? Моряки. Сын спрашивает отца, какая разница между теорией и практикой. Пойди на кухню и спроси у сестры и матери, смогли бы они отдаться первому встречному за миллион. Сын возвращается, они согласны. Вот видишь, сынок, теоретически мы с тобой миллионеры, а практически у нас дома живут две шлюхи. Жена была в отъезде и позвонила мужу, как наша кошечка. Сдохла. Какой ужас! Неужели ты не можешь сообщить об этом поделикатнее? Например, она, мол, сидит на крыше. А уж потом бы ты мне сказал, что она упала и разбилась. Понятно? Вполне. А как моя мама сидит на крыше? Познакомились. Японка с русским по газете. Назначили встречу. При встрече японка представляется. Сука, Сима! Русский не растерялся. Кобель Миша! Муж приходит домой обедать. Жена сообщает, что ветром сломала телеантенну. Он полез на крышу и сорвался с шестнадцатого этажа. Летит мимо окна своей квартиры и кричит жене. На меня не накрывай! Мой муж моряк, представляете? Одиннадцать месяцев в году он в море, а один на берегу. О, мадам, представляю, как вы мучаетесь. Ничего, помогает то, что половину отпуска он проводит с родителями. Говорят, что ты женился, Люсик, поздравляю, и как живется, нет слов. Представляешь себе? Приходишь домой, уставший, голодный, а ванная приготовлена. Ужин на столе. Жена, поцеловав, от тебя не отходит ни на шаг, мельтешит все около тебя и все говорит, 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 идиотка. Отчего умерла ваша первая жена? Отравилась грибами. А вторая жена? Отравилась грибами. А третья? От сотрясения мозга. А почему? Не захотела грибы есть. Женщина жалуется своей подруге. Муж совершенно перестал обращать на меня внимание. Подруга советует попробовать его удивить, надень на себя что-нибудь экстравагантное. Жена долго думала и решила надеть на себя противогаз. Приходит муж с работы, она открывает ему дверь, а он, как ни в чем не бывало, проходит на кухню. Жена начинает подавать ему ужин. Ей жарко в противогазе. И отчаявшись, она его спрашивает. Дорогой, ты не находишь во мне ничего необычного? Ты что, брови, что ли, выщипала? Должен вас предупредить, дорогая, что я не вполне здоровый человек. У меня гайморит, хронический гепатит, стенокардия, диабет и... А чего у вас нет, дорогой? Зубов. В одной семье, девять детей, жена говорит мужу. Говорят, скоро указ выйдет. У кого десять детей, то дают шестикомнатную квартиру и на каждого ребенка выплачивают 120 рублей в месяц. Ты мне рассказывал, что у тебя в Сибири растет побочный сын. Забери его к нам, будет у нас десять, получим льготы. Муж поехал за сыном, через три дня приезжает, заходит в квартиру, а там одна жена. А где же дети? А вчера все приехали, каждый забрал своего и увез. Молодожен спрашивает у своей жены. Скажи, милая, сколько ты знала парней до меня? Молчание. Через час он спрашивает, ты все еще сердишься? Нет, я все еще считаю. Приходит муж домой, жена ему говорит, хлеба купи. Да не мужское это дело. Ну займись тогда мужским делом. Жена распахнула халат. Да ты что уже, и пошутить нельзя. Давай сумку. Лежат парень с девушкой в кровати, тут открывается дверь и входят его родители. Мысль парня, я же ей говорил, давай подождем. Мысль девушки, наконец-то он на мне женится. Мысль отца, сын уже стал взрослым, пора купить ему мотоцикл. Мысль матери, дура, как она лежит, мальчику же неудобно. На печи спят дед и бабка, деду не спится, он будет бабку. Старуха, ухи хочешь, хочу, так иди и налови рыбы. Где же я ее зимой-то наловлю? Ну тогда лежи и не вякай. К хозяевам, которые сидят и пьют чай, приходит гость. Гость приглашает к столу. Гость, можно помыть руки? Хозяйка, вы руки моете с мылом? Гость, с мылом. Хозяйка, тогда чай будете пить без сахара. Вернувшись с работы, муж говорит жене, наша фирма ищет кассира. Но ты же говорил мне неделю назад, что к вам приняли нового кассира. Вот его-то фирма и ищет. На вокзальной площади встречаются двое. Ты где был? Тещу в деревню провожал. А почему все лицо в саже? На радостях паровоз целовал. На сельскохозяйственной выставке муж и жена в птичьем павильоне. Экскурсовод. Вот индийский петух, способный сто раз в день покрыть курицу. Жена мужа, запомни. Экскурсовод продолжает. Но куры должны быть все разные. Муж жене запомнит тоже. На кухне коммунальной квартиры разговор трех соседок. А мой муж все пьет и пьет. А мой все по бабам ходит. А мой не пьяница и не бабник, но сифилитик. В это время на кухню входит муж третий. Дура, сколько можно тебя поправлять? Не сифилитик, а филотелист. Когда наш новый сосед сменил мебель, ты заставила меня купить новый гарнитур. Когда он приволок новый телевизор с большим экраном, ты заставила меня сделать то же самое. Я уже не говорю, сколько нам стоила новая машина, которую пришлось купить из-за соседа. А что теперь делать? А что он приобрел? У него новая жена. Приходит мужик в магазин и говорит, завезьте мне килограмм молока. Вам как порезать или куском? А мне все равно, я на велосипеде. После регистрации брака молодая пара выходит из ЗАГСа. Дорогой, ты будешь любить меня как Ромео, Джульетту? Не читал, не знаю. А что ты читал, дорогой Му-му? Будешь выделываться? Утоплю, как собаку. Он и она в постели. Вань, ну скажи, ты меня любишь? Он отвечает, люблю, Кобра. Вань, ну скажи, что ты меня хочешь. Хочу, стерва. Ой, Вань, ты и мертвого уговоришь. Перед входом в зоопарк стоят бабушка и внучка. Бабушка спрашивает внучка, что за обезьяна там в стеклянной будке? Это не обезьяна, а кассирша. Дорогой, сходи в магазин. Ну, любовь моя, сейчас такой дождь, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Господи, ну иди без собаки. Конферансе выступает квартет имени дружбы народов. Состав Дорошенко, Украина, Газарян, Армения, Думбадзе, Грузия, Рабинович, Скрипка. Усталый муж возвращается домой и говорит жене, кто бы ни звонил, меня нет дома. Раздается звонок, жена берет трубку, муж дома. Муж срывается с кресла, подбегает, я же просил, жена говорит, не сердись, дорогой. Звонили не тебе. Маврикиевна жалуется Авдотье Никитичне. Ох, как болит голова, я вчера поздно легла, около двух. Дура, надо было возле одного ложиться, тогда бы голова не болела. Встретились женщины у подъезда, обсуждают житейские проблемы, обмениваются новостями. Знаете, соседки, ну и везет же нашей Клавке. И замуж вышла, и любовника имеет. А вчера в подъезде изнасиловали. Мужская логика. Еду в автобусе, надо передать на билет, рядом стоит мужчина. Как к нему обратиться, на ты или на вы? Рассуждаю логически. Этот автобус экспресс, если мужчина не сошел на предыдущей остановке, значит он едет в мой микрорайон. Едет с цветами, значит к женщине. Цветы красивые, значит едет к красивой женщине. В нашем микрорайоне две красивые женщины, моя жена и моя любовница. К моей любовнице он ехать не может, так как я сам к ней еду. Значит он едет к моей жене. У моей жены два любовника, Петя и Вася. Петя сейчас в командировке. Вася, передай на билет! Сотрудник опоздал на работу на два часа. Сослуживцы удивляются. Что случилось? Жена десятку потеряла и два часа ее искала. Ну и, а что тебя задержало? Так я же на ней стоял. Во дворе дома мужики режутся в козла. Случайно зашел разговор о том, как своих мужей величают жены. Меня только по имени, говорит один. А меня все милый, да милый. А вот моя по-итальянски величает, говорит третий. И тут на третьем этаже открывается окно, и женский голос кричит. Кобеллино! Домой! В интернациональной компании американец хвастается своей жизнью. У меня две виллы и две любовницы. Француз не отстает, у меня три виллы и три любовницы русские. А у меня одни виллы, зато все девки в деревне. Мои! Попали на необитаемый остров англичанин-французы-русский. Однажды к берегу прибило бутылку. Когда ее открыли, то из нее появился джин и сказал, «Исполняю по два желания. Англичанин мне мешок денег и домой. Француз блондинку и домой». Когда они исчезли, русский подумал, хорошая была компания и как-то по-дурацки распалась. Ящик водки и всех обратно. Одной авиакомпании требовался на работу опытный пилот. Приходит немец, его спрашивает, какой у вас налет часов? 15 тысяч часов. Сколько вы хотите получать? 3 тысячи долларов в месяц. Тысячу себе, тысячу жене, тысячу в банк. Приходит француз, спрашивает его, какой у вас налет часов? 11 тысяч часов. Я хочу получать 6 тысяч в месяц. 2 тысячи себе, 2 жене, 2 любовницы. Приходит русский. Какой у вас налет часов? Никакого налета нет. Я не летчик. Пришел к вам подработать. Хочу 9 тысяч. 3 себе, 3 вам. А 3 немцу, пускай он летает. Пошел Джон Смит сознаваться в своей шпионской деятельности майору Пронину. Лучше уж Сибирь, чем на неведомую картошку. Майор Пронин достает лист бумаги, записывает показания. А Джон Смит рассказывает так, мол, и так шпион. Внедрился к вам, долго работал, а вчера послали на картошку, решил сознаться. Майор Пронин рвет протокол и гневно кричит. Вон отсюда! Как в колхоз, так все шпионы! Спорят француз, англичанин и русский, у кого жена стройнее. Француз. Я покупаю галстук, а жена из него платье себе шьет. Англичанин, а моя жена недавно мылась в ванне и случайно открыла пробку, так ее чуть не утянула в трубу русский. А я вот ухожу на работу, хлопну свою жену по заду, а когда прихожу домой, зад еще колышется. И вас спросили, а к чему вы это рассказали? Потому что в нашей стране самый короткий рабочий день. К борту океанского лайнера подплывает мужик в корыте и орет «Капитана мне! Немедленно!» На борт выходит капитан. «Чего тебе?» «Деньги, драгоценности, спиртное, все мне сюда и быстро! А не пошел бы ты к такой матери!» Мужик огорщенно вздыхает. «Ну вот, так всегда. Опять не повезло!» «Сосед, где вы были в отпуске? В Ялте! Ну и как ужасно! Меня там ограбили, сына избили, а жену с дочерью изнасиловали. Боже, как неприятно! А куда собираетесь в будущем году? Мы с сыном хотим поехать в Пицунду, а жена с дочерью в один голос в Ялту!» Одним грузинам заинтересовались следственные органы. Как это вы при зарплате 200 рублей в месяц умудрились купить «Волгу?» «Между прочим, когда я служил в армии, то 3 рубля 70 копеек получал, а имел танк!» «Наркоман сидит в автобусе, ходит дед без ноги, говорит, внучек, уступи мне место, я в 43-м ногу потерял». «Не гони, дед! Ехал я в 43-м автобусе, нет там твоей ноги!» «Скупец молится! Господи! Что для тебя миллион лет?» «Один миг!» — отвечает Бог. «А что для тебя миллион рублей?» «Один грош!» «Так подари мне этот грош!» «Ладно!» — отвечает Господь. «Обожди один миг!» Женщину изнасиловали в милиции и спрашивают, как дело было. «Он ко мне сзади подошел и изнасиловал. Почему же вы не кричали?» «Он меня все время шантажировал, все время угрожал. Как только закричишь, я сразу уйду!» «Один приятель спрашивает другого. Как жизнь?» «На работе, как в лесу. Что не начальник, то дуб, что не зам, то пень, что не бумага, то липа, что не отдел, то болото, зато секретарши ягодки. Дома, как в сказке. Жена ведьма, теща баба Яга». «Тесть Кощей Бессмертный, зато соседка Василиса Прекрасная, а муж ее Иванушка Дурачок». «Пошел мужик в хазмаг. У вас гвозди есть, подавец?» «Где-то были, где-то были, ищет мужик». «Давай быстрее!» «Где-то были, где-то были, где-то были, где-то были, где-то были, где-то были, где-то были». «Петька спрашивает Чапаева. Василий Иванович, ты за Битлз или за Роллинг Стоунс?» «Тот подумал, а Леннон в каком?» «Бракоразводный процесс. Судья спрашивает». «Если вам муж пообещает, что не будет вас больше называть старой коровой, вы намерены с ним жить дальше?» «Да», — отвечает жена. «Судья поворачивается к мужу. Вы обещаете больше не называть ее старой коровой?» «Да». «Дело закрываем», — объявляет судья. «Муж подходит к жене. Идем домой. Не то врежу промеж рогов». «Беседуют два охотника. Каким порохом ты заряжаешь патроны, когда охотишься на дикого кабана?» «Только дымным». «Он что, сильно бьет?» «Нет, но пока дым рассеется, я успеваю влезть на дерево». «Женщина в горах встречает снежного человека и говорит, давай жить вместе. Зачем? Я буду готовить для тебя пищу. Я ем сырое мясо. Тогда я буду стирать одежду. Зачем мне одежда? Шерсть спасает меня от холода. Тогда я буду любить тебя. А это еще что такое? Пойдем в пещеру, там объясню. Ой-ой-ой-ой, простонал обалдевший снежный человек, вылезая из пещеры. А я-то, дурак, им орехи колол». «Встречаются два приятеля. Что тебя давно на рыбалке не видно? Любовница новая никак не отпускает от себя. А ты с ней поругайся. Как? Да сбрось с нее одеяло и скажи, какая ты толстая. Она обидится, а ты сходишь на рыбалку». Так он и решил сделать. Лег с ней в постель, заглянул под одеяло и подумал, да нахрена мне эта рыбалка? Альпинист упал в пропасть. Товарищ ему кричат. «Вась, ты жив, жив! Руки целы? Целы! Ноги целы! 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 Так подымайся! Не могу, я еще лечу!» Одного спросили. «Что с вами будет, если вам отрежет одно ухо? Я буду хуже слышать. А если отрежет второе? Я буду хуже видеть. Почему? Кепка будет на глаза сползать». Охотник снимает с плеча ружье, целится и убивает куропатку. «Вторая, — говорит он с гордостью товарища. А где ж первая? Ответ. Это было еще до войны». Одна же на охоте в Африке. Я с расстояния 500 метров первым выстрелом свалил слона. «Это что? Вот недавно на охоте в Северном море я голыми руками задушил медведя». «Так, вопрос о морях. Ты когда-нибудь слыхала о Мертвом море? Ну, разумеется. Так вот, это мы с братом его убили». «Что думает женщина во время любовной встречи, глядя в потолок? Проститутка заплатит или не заплатит?» «Порядочная женщина женится или не женится? Жена побелить потолок или не побелить?» «Армянскому радио задали вопрос. Что нужно сделать, чтобы при занятиях анонизмом не подцепить СПИД?» «Армянская радио отвечает. Точно мы не знаем, но на всякий случай кипятите руки». «Армянскому радио задали вопрос. Как пишется в кусты? Вместе или отдельно?» «Армянская радио отвечает. В кусты вместе, из кустов отдельно». «Армянскому радио задают вопрос. Что надо сделать полной женщине, чтобы похудеть?» «Пусть вертит обруч, отвечает армянское радио. А если она такая полная, что не может влезть в обруч, то вмешивается турецкое радио. Ради бога, не надо портить красивую женщину». «В Эстонии на машине едут отец за рулем и два взрослых сына. Вдруг кто-то выскочил из-под колес. Проходит 15 минут. Отец. Это молодой лось. Проехали еще 15 минут. Сын. Нет, это кабан. Проехали еще 15 минут. Второй сын. Нет, это большой заяц. И еще едут. 15 минут. Отец. Перестаньте ссориться. Горячие эстонские парни. «Идут по кладбищу двое, рассматривают надгробия. Вдруг один другому говорит, смотри, что написано. Родился в 1920 году, умер в 1990 году, жил 50 лет. Ерунда какая-то». Другой отвечает, все правильно. Это он считается жил, когда у него дача, машины, любовницы. «Да в таком случае, когда я умру, напиши. Родился мертвым». Художник предлагает молодой даме нарисовать ее портрет. «А сколько это будет стоить?» – спрашивает она. «Для вас, мадам, ничего. О нет, это слишком дорого». Красные и Белые на позиции. Через расположение Белых едет телега. В телеге женщина. Белые ее задержали. Женщина просит пропустить ее в соседнее село. В расположение Красных пропустили. Телега въезжает в село и подъезжает к штабу. На встречу выходит Фурманов. Женщина снимает косынку. «Петька!» – восхищенно кричит Фурману. «Ай, да замаскировался!» «Это еще что?» – скромно говорит Петька. «Распрягите Василия Ивановича!» Петька изучает древнюю историю. «Вазиль Иванович?» – спрашивает он. «Как понять? Патриции пригласили гетер и устроили оргию». «Что такое оргия?» – «Да пьянка!» «Кто такие гетеры?» – «Проститутки!» «Ну, а патриции кто такие?» «А, здесь Петька опечатка. Не патриции, а партийцы!» «Смотри, корова летит!» – говорит Жеглов. «Где?» Шарапов подымает голову к небу и тут же проваливается в канализационный люк. Жеглов наклоняется к люку и кричит «Шарапов, если хочешь работать в море, запомни!» «Поровы не летают!» Старая бабка обращается к потлатому парню в джинсах. «Молодой человек, как пройти на улицу Горького?» Он отвечает. «Во-первых, не молодой человек, а чувак. Во-вторых, не пройти, а кинуть кости. В-третьих, не на улицу Горького, а на Пешков-стрит. А в-четвертых, вон у милиционера спроси». Бабка подходит к милиционеру и спрашивает. «Чувак, как кинуть кости на Пешков-стрит? Кипуешь, Клюшка?» «Вчера я выиграл в лотерею сто тысяч. А как на это реагировала твоя жена? Она от радости онемела. Это же надо! Сколько счастья сразу!» Мужчина приходит в детский сад и говорит. «Приведите моего ребенка. Его спрашивают, который ваш. Какая разница, завтра все равно обратно приводить». «Учительница жалуется Вовочкиному папе. Ваш сын нарисовал на парке муху, как живую. И я отбила об нее руку. Это еще что?» Говорит папа. «Он однажды крокодила в ванной нарисовал. Так я через нарисованную дверь выскочил». «Купила старуха калоши. А завернуть не во что. Его просила пустую коробку. Едали коробку, на которой написано «презервативы тысяча штук». Едет в электричке домой в деревню и спрашивает, насколько бабуся хватит этой коробки. «Как мой дед шаркает, хоть бы на неделю хватило». Старый моряк рассказывает внуку. «Однажды в самом центре Бермудского треугольника огромная волна подняла наш корабль на высоту пятого этажа и с размаху швырнула вниз. Ни один человек из команды не уцелел. А как же ты, дедушка?» «Я так этому времени был давно на пенсии». «Гадалка» рассказывает женщине. «Вскоре вас ожидает большая утрата. Похоже, вы потеряете мужа. Но я уже два года как вдова. Значит, вы потеряете зонтик». «Колхозный механизатор провел тяжелый сезон работы и получил путевку на юг. В санаторий приехал ночью. Утром проснулся, вышел на балкон и видит морской пляж усеян женскими телами. Да, тут не отдохнешь. Работы — непочатый край». По улице один нищий на коляске везет другого, у которого нет ни рук, ни ног. Подходит дама, кидает шапку рубль, спрашивает со страданием. «Как же вы так целый день его и возите?» «Зачем целый день?» «До обеда я, а после обеда он меня». Интеллигент попал под асфальтовый каток, его положили перед дверью, как коврик, и все вытирали ноги. Когда он стал грязным, его перевернули на другую сторону. А когда эта сторона стала грязной, его выстирали и повесили сушиться на дворе. А он простудился и умер. Человек гуляет по кладбищу и видит пышные похороны, оркестр «Гора Венкова». Он спрашивает, не знаете, от чего он умер? «А ты ленты на венках почитай, там все написано. От месткома, от паркома, от группы товарищей, от любящих жены и сына». Два наркомана после дозы лежат под деревом и смотрят в небо. «Макс, смотри, собака летит. Ой, еще одна. А теперь слоны. Целая стая». «Да, — отвечает Макс, — осень». Через 25 лет после окончания школы Вовочка пришел на встречу с одноклассниками. Все рассказывают о своей семье, работе. Вовочка, а ты кем работаешь? «Я юдерал. Не может быть, ты же в школе ничего не знал. А я и сейчас ничего не знаю. Но чтобы к утру все было сделано». Умер старый учитель и попал на тот свет. Его определили в ад. Через неделю приходят к нему и говорят «Извините, тут ошибка произошла. Вам положено быть в раю». А он отвечает «Да нет, мне здесь хорошо. После школы мне ад раем кажется». Сын говорит матери «Я больше в школу не пойду». «Это почему же?» «Да ну, Петров опять будет из рогатки стрелять. Синицын учебником по голове, Василия в подножки ставит. Не пойду». «Нет, Вовочка, ты должен идти. Во-первых, тебе уже сорок лет. А во-вторых, ты директор школы. В монастыре святой отец. Может ли душа простудиться?» «Да ты что, сын мой, душа, это воздух». А я вот вчера иду мимо к келье игумена, и слышу, он говорит «Душа моя, не ходи босиком, простудишься». Мужик собирает грибы в лесу. Навстречу ему выходит дряхлая старуха с ружьем. «Милый человек, вы, наверное, хотите меня изнасиловать?» «Нет, что вы, как вы могли подумать?» «А придется!» «Летит самолет. Один пассажир обращается к стюардессе. Откройте мне дверь, я хочу здесь выйти». «Мы находимся на высоте 5000 метров». «Откройте, я хочу выйти». Стюардесса бежит к экипажу, там какой-то сумасшедший, хочет, чтобы ему открыли дверь, он хочет выйти. «Это тот, что весь в бинтах?» «Да, откройте ему, он всегда здесь выходит». В поезде в одном купе едут немка на верхней полке и грузин на нижней. Немке стало скучно, она наклонилась к грузину и спрашивает «Шпехензи дойч?» «Очень хочу, дорогая, зачем спрашивать?» Сидят у костра людоеды, к ним подсаживается их соплеменник. Возь племени спрашивает его «Что ты больше всего любишь, женщине?» Молодой дикарь с придыханием отвечает «Грудь!» «А мы тебе ногу оставили». Деревенские парни на болоте собирают клюкву. Один кричит приятелю «Сенька!» «То! Васька в болоте увяз!» «Обаколи!» «Пащи колотку!» «Тяни же его!» «Не могу, он вниз головой!» На совещании директоров колбасных цехов завода очень хвалят одного директора за качество продукции и просят поделиться производственными секретами. «Да нет у нас никаких секретов!» «Берем бумагу, добавляем немного фарша». Все директора хором «Ах, ты еще и фарш добавляешь!» Украинец попал в кораблекрушение. Прожил два года на необитаемом острове. Вдруг подъезжает лодка, в ней красивая женщина. «Мужичок, иди сюда!» «Я тебе дам то, что ты хотел два года!» «Украинец кидается в воду, плывет к ней!» «Вареники! Вареники!» В городе живут два друга. Один заведующий моргом, а второй директор магазина мотоциклов. Вечером друг из морга звонит приятелю в магазин. «Вася, ты сколько сегодня продал мотоциклов?» «Пять!» «Ага!» «Значит, один еще где-то катается». «Муж жене!» «Люсь, ты видала мятый рубль?» «Рассмеялась!» «Да, а что?» «А десять рублей?» «Да, но реже!» «А десять тысяч мятыми?» «Видела?» «Нет!» «Ну, пойди в гараж, посмотри!» «Американец хвастается перед русским!» «У нас в Штатах дороги куда лучше ваших!» «Ставлю я бокал виски на капот, и за всю дорогу ни одна капля не прольется!» «Подумаешь!» «Отвечает русский!» «Вот я сажусь за руль, завожу машину, вытаскиваю подсос газа, залезаю к Машке на заднее сидение и делаю с ней что хочу!» «Постой, постой!» «А как же машина?» «А куда она с колеи денется?» «Двое мужиков решили выпить, а денег нет!» «Рядин говорит, Вань, давай на дороге гаишников изображать!» «Насобираем штрафов и выпьем!» «Оцепили красные повязки, стоят, останавливается машина, они говорят, вы нарушили правило, с ваш штраф 10 рублей!» «Из машины выходят здоровенные парни и начинают их бить, там садятся в машину и уезжают!» «Мужики лежат на дороге, один говорит, Вань, ты номер запомнил?» «Да, 43-44, а буквы?» «Буквы на ботинках не пишут!» «Звонок в автомастерскую!» «Пришлите, пожалуйста, механика, я машину завести не могу!» «А что случилось? Вода в карбюратор попала!» «Хорошо, высылаем! Где находится машина?» «Метрах в двадцати от берега!»